Это хронические болезни. Мы таких людей видим в государственных поликлиниках. В метро очень много таких людей ездили, которые живут в общежитиях или в квартирах, которые достались от родственников. Постоянное недовольство всем. Все вокруг виноваты. Они не выросли в зрелую личность, они остались как бы инфантильными. Виноваты все вокруг. Виновата правительство, виновата семья, виновата мама, виновата жена или муж и так далее. Только 10% людей перепрыгивают на уровень жить. Второй уровень подразумевает биологическое продление рода. Что мы знаем? Родить ребенка, родить сына, построить дом, посадить дерево. Второй уровень. Нужно зарабатывать деньги не только для себя, не только самому выжить, а реализовать человеческие функции в продлении рода и обеспечить своих близких людей. На этом уровне люди уже не думают, где взять деньги на завтра. И они питаются более или менее. Потому что здесь питаются лишь бы что, носят лишь бы что одеть. Едят лишь бы как. И следят за своим питанием. Но здесь живут в плохих условиях. Действующий наркоман. Вспомните, да, притоны. Вот действующие наркоманы, которые употребляют, они живут на уровне выжить. Потому что все их цели, все их ценности, все их силы, все направлено на добычу наркотика. Больше ничего. И они выживают таким образом. Уровень жить прыгает только 10% людей. Следующий уровень, это уровень, ну назовем его творчества. Это когда люди живут уже не только для своей семьи, для окружения. А когда они участвуют в том, чтобы сделать общество, в котором они живут лучше, ближнее окружение. Они создают небольшие какие-то бизнесы. Вот здесь кто есть, руководители реабилитационных центров, владельцы там и так далее. Это люди, которые уже пытаются в этом мире свою ответственность распространить дальше. И изменить этот мир в лучшую сторону. Помочь другим людям, обеспечить работой как бы других людей. Следующий момент, это 10% тоже прыгнулось сюда. Следующий уровень, это уровень мастерства. Это люди, которые в своей сфере делают что-то лучше всех. То, что они выбрали. Таких людей вы все знаете. Все о них слышали. Мы все. Это те, о ком знают все. Стив Джобс, например, Генри Форд. Но кого вы еще знаете? Люди, которые что-то создали в этом мире. И то, что улучшило жизнь большого количества людей. Я думаю, что здесь вот есть другие люди. И это следующий уровень. Такие люди, которые изменили жизни миллионов. Людей на протяжении тысяч лет. Иисус Христос. Будда. Магомед. Я не знаю, можно ли сюда нашего президента отнести. Но здесь он точно. Он мастер в политике. И его как бы знает весь мир. Неизвестно. Так вот, что происходит? Происходит следующее. Что когда в семье зависимого человек начинает употреблять наркотики в семье. Он остается на этом уровне. И родители продолжают его... Что делать? Поддерживать в этом состоянии, в котором он остался. У каждого из нас есть зона комфорта. Мы к чему-то каждый из нас привык. Мы привыкли одеваться в определенную одежду. Мы привыкли, что? Определенное время вставать. Ходить на работу. Мы примерно как бы знаем, что будет происходить в сегодняшнем дне. С какими людьми мы должны там встретиться, пообщаться. Так вот, зона комфорта, она в кавычках. Потому что, в принципе, человеческая личность направлена на развитие. А развитие это и есть на мотивация. Развиваться и расширять все время зону комфорта. Почему зона комфорта? Потому что здесь, по идее, можно зарабатывать больше. Можно иметь лучшее отношение с людьми. Можно иметь там лучшее здоровье. Но почему большинство людей остаются на тех уровнях, на которых они... Почему? Потому что выйти за нее страшно. Потому что выйти и прыгнуть на следующий уровень развития нужен определенный ресурс. А какой ресурс? Какой ресурс? Нам нужен, чтобы прыгнуть выше. Кто нам нужен? Нам нужны другие люди, которые прыгнули уже туда. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин